здравствуйте уважаемые слушатели с вами компания пептиды и врач истомина ирина ивановна поговорим о метаболическим синдроме и о препаратах которые желательно принимать при данных нарушениях измеряем талии господа желательные параметры для талии для женщин до 80 сантиметров и до 92 94 сантиметров для мужчин эти параметры максимальный свыше уже притаился метаболический синдром что же это такое еще одна болезнь или нас пугают трудно сказать кто впервые заметил что обладатели фигуры похожи на яблоко у которых при прибавке веса растет живот чаще страдают диабетом гипертонией и атеросклерозом чем люди груши у которых жир откладывается на бедрах на одной из международных конференций было высказано мнение что людям яблоком необходимо худеть и даже тем которые толстым то себя не считают крупные международные исследования показали что абдоминальное ожирение ожирение по типу яблока как раз указывает на такую предрасположенность метаболический синдром что же это такое это комплекс патологии которые увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний сахарного диабета можно найти несколько синонимов к этому слову полиметаболический синдром синдром изобилия синдром икс смертельный квартет гормональный метаболический синдром метаболический сосудистый синдром но чаще других литературе можно встретить и чаще других употребляется метаболический синдром или синдром инсулинорезистивности Если в организме по какому-либо причинам, остановимся на этих причинах чуть попозже, начинает снижаться чувствительность ткани к инсулину, возникает риск развития лишнего веса, ожирения, гипертонии, диабета или атеросклеротических изменений. Что же такое резистентность? Резистентность и инсулинорезистентность. Резистентность это устойчивость организма или невосприимчивость к каким-либо агентам или веществам. А инсулинорезистентность это снижение чувствительности клеток организма к действию инсулина. Нет реакции инсулин чувствительных тканей. Основные это мышцы и жировая ткань на инсулин при его достаточной концентрации. Вот все дело в том, что глюкоза в организме существует в свободном состоянии и в форме гликогена. Это запасная форма глюкозы, так как накопление глюкозы в тканях про запас невозможно, потому что она хорошо растворима. Гликоген это главный резервный полисахарид человека, содержится практически во всех органах и тканях. Концентрация печени составляет в норме от 3 до 6% от общей массы тканей органа. В мышцах содержание гликогена до 4%. Однако же с учетом общей массы мышц, это около 2-3 всего гликогена в организме человека. Находится в мышцах и только около 20% в печени. Глюкоза очень хорошо и легко включается в энергетический обмен. И если происходит инсулинорезистентность, это проявляется нарушениями центральных и периферических механизмов действия инсулина. А именно, глюкоза не переходит в гликоген, как мы с вами выяснили, запасная часть глюкозы. Гликоген не распадается до глюкозы, не происходит процесса торможения, не стимулируется поглощение и утилизация глюкозы жировой и мышечной тканью. Инсулин Инсулин – это гормон пептидной природы. Образуется в бета-клетках островков Лангенгарса поджелудочной железы. Он оказывает весьма многоградное влияние на обмен практически во всех тканях. Но основное действие, конечно же, инсулина заключается в снижении концентрации глюкозы в крови. То есть основная задача – заставить глюкозу после приема пищи перейти через брану внутримышечных и жировых клеток. Сама глюкоза не может проникнуть внутрь клетки без участия инсулина. Основные клетки – это мышцы и жировая ткань, там только инсулиновый путь. Но некоторые органы способны усваивать глюкозу внеинсулиновым путем. Например, глюкозу хорошо усваивает головной мозг. Печень – хрусталик глаза. Мозговая ткань поглощает глюкозу не менее 100-150 граммов. Но печень может и больше усваивать глюкозу инсулиновым путем. От инсулина зависит общий уровень глюкозы в крови. И если этот уровень значительно понижится, то это скажется на энергообеспечении вышеуказанных органов. Также внеинсулиновым путем могут усваивать глюкозу и эритроциты крови. Но и здесь в результате влияния на общий обмен глюкозы и инсулина, коственным образом инсулин регулирует энергоснабжение эритроцитов. Поскольку эритроциты переносят у нас кислород и отсюда прослеживается опосредованное влияние инсулина на кислородное обеспечение всех внутренних органов нашего организма. Итог подведем. Инсулин увеличивает проницаемость клеточных мембран для глюкозы. Как же действует инсулин на жировую ткань? Вот воздействуя на жировую ткань, инсулин решает две задачи. Стимулирует образование жира. Порядка 30-40% глюкозы превращается именно в жир. И поддерживает в крови оптимальную концентрацию имеющихся жиров. Выводит избыток жиров из кровотока. То есть усиливает синтез жиров белков. И усиливает усвоение аминокислотных соединений в клетках. Особенно это касается валина и лицина. Жировая ткань одна из самых чувствительных к действию инсулина. Вот можно примерно видеть. Инсулин это ключик для усвоения глюкозы. То есть инсулин поджелудочная железа вырабатывает. Он делает проницаемыми клетки. То есть как ключик открыл и глюкоза зашла в клетку. И утилизировалась. Вот жировая ткань. Мы сейчас о ней говорили. Для чего она нам нужна? Конечно это самый крупный орган нашего тела. Как орган он должен получать питание. Соответственно жировая ткань богато обеспечена кровоснабжением. Это крупнейшее хранилище энергии. Помогает выжить в неблагоприятных условиях. Например крайний север или какие-то понижающие температуры. Так как проводит жировая ткань плохо тепло. Соответственно она его сберегает для организма. Принимает участие в теплообмене. И заполняет пространство между другими тканями. Так вот смотрите. Если жировой ткани избыток. Соответственно у нее происходит избыточное кровоснабжение. Чем это чревато? Избыточное кровоснабжение начинает обкрадывать систему важных органов. Таких как мозг, печень, почки, сердце, тазовые органы. Другой момент. Жировая ткань создает прослойки в мышечной ткани. Мы говорили, что она заполняет пространство. Это избыток ее уменьшает насосную функцию, например, мышечной системы. К чему это приводит? Это приводит к застою в кровеносных и лимфатических сосудах. Чем это чревато? А это чревато артериальной гипертензии и шимической болезнью сердца. Это может приводить к тромбам, это может приводить к инфаркту миокарда или инсульту. Почему у многих полных людей уровень инсулина повыше? Есть такое понятие гиперинсулиномия. Клеточные мембраны у людей с избыточным весом, с избыточной жировой тканью начинают сопротивляться действию инсулина. И поэтому поджелудочная железа вынуждена вырабатывать избыток излишки инсулина. На фоне гиподинамии, если еще и человек совсем мало движется, инсулин преобразует глюкозу в жировые соединения и прячет ее в жировую ткань. Гиперинсулиномия вроде бы и компенсаторная ответная реакция, которая призвана поддерживать нормальный транспорт глюкозы в клетке. Но одновременно это является и патологической, так как приводит к целой серии метаболических нарушений. Ну вот мы давайте еще раз посмотрим картинку. Вот инсулин, который вырабатывается поджелудочной железой, для глюкозы открывает клеточку, и глюкоза заходит в мышцы, в жировую ткань. Например, в печень и откладывается в виде гликогена. Это вот коротко, схематично. Кроме того, если у нас развивается инсулино-резистентность, да и лишний жир при избыточном весе, клеточки начинают портиться, в кавычках, что значит не видят инсулин. Соответственно, происходит и меняются сосуды, происходит нарушение эластичности сосудов, то есть сосуды чаще в тонусе, что в свою очередь способствует дальнейшему развитию артериальной гипертензии. В условиях инсулино-резистентности развивается и повреждение эндотелия сосудов. Это внутренняя оболочка сосудов. То есть это приводит к воспалительным процессам. А воспалительные процессы приводят к формированию атеросклеротических бляшек. Вот вам и атеросклероз. Ну вот ориентировочно, как можно предположить склонность к метаболическому синдрому? То есть нужно рассмотреть следующие показатели. Это объем талии более 88 см у женщин и уже у более 102 см у мужчин. Артериальное давление равно или более 130 на 85 мм трутного столба. Сахар крови натощак равен или более 6,1 мм на литр. Дополнительно к этому необходимо посмотреть липидный спектр. Уровень хорошего холестерина, он снижается. Это липиды, липопротеиды высокой плотности. Он начинает снижаться у мужчин до 1,03 мм на литр. У женщин до 1,29 мм на литр. У человека наблюдается склонность к трубообразованию и артериальной гипертензии при повышенной активности симпатической нервной системы. Как видите, критерии достаточно строгие. И даже те критерии, которые касаются у нас объема талии. Знаете, вроде бы и развитие и технического прогресса, а вот все это гиподинамия, это все приводит к увеличению инсулинорезистентности. То есть это приводит к увеличению сахарного диабета второго типа. И он, как ни странно, молодеет. Согласно данным ВОЗ, число больных с инсулинорезистентным синдромом, имеющий высокий риск развития сахарного диабета второго типа, в Европе составляет порядка 40-60 миллионов человек. Это очень большая цифра. В индустриальных странах распространенность метаболического синдрома среди населения старше 30 лет. 10-20 уже даже доходит до 30%, в США 25-30%. Самое это интересное, что и у подростков уже встречается, частота метаболического синдрома возрастает. И в общенациональных масштабах количество подростков и молодых людей, страдающих метаболическим синдромом, оценивается более чем 2 миллиона. И, к сожалению, цифра эта продолжает увеличиваться. На возникновение метаболического синдрома влияет много факторов. Метаболический синдром относится к наиболее актуальным проблемам современной медицины. Метаболический синдром является предметом направления психологии, психологии здоровья. Ну, все вы прекрасно знаете, что здоровый образ жизни включает инфрациональное питание, поддержание нормальной массы тела и регулярная и соответствующая возрасту физическая активность или физическая нагрузка. Из внешних факторов, неблагоприятно влияющих на чувствительность ткани к инсулину, наибольшее значение, конечно же, имеет гиподинамия и избыточное потребление жиров. Гиподинамия еще сопровождается снижением транслокации транспортеров глюкозы в мышечных клетках. По оценкам исследователей, у 25-30% лиц, ведущих малоподвижный образ жизни, можно обнаружить инсулинорезистентность. Каковы же причины метаболического синдрома? Мы уже говорили об инсулинорезистентности, нарушении питания, приводящей к повышению веса, о гормональных нарушениях. Причины метаболического синдрома, одним из причин, являются десинхронозы, стрессы. Стрессы вообще во многих заболеваниях играют ведущую роль. Алкоголь, курение, малоподвижность, переедание. На возникновение метаболического синдрома огромное влияние оказывает множество факторов. Это и неблагоприятная наследственность, и, как ни странно, даже климат. Чаще всего пациенты с предисположенностью к метаболическому синдрому встречаются в тех широтах, где среднегодовые температуры колеблются от минус 30 до плюс 30. Это примерно западная Сибирь, крайний север, восточная Сибирь, там, где перепады достаточно большие, то есть резкоконтинентальный климат. Да, вот из причин. Все понятно, конечно же, всем одно и то же причины. Здесь встречается для некоторых такое новое слово, как десинхроноз. Об этом мы тоже поговорим, я остановлюсь на нем. Ну, метаболический синдром, считается, чаще встречается у мужчин. С возрастом рис метаболического синдрома возрастает в 3 раза у мужчин, потому что снижается тестостерон, да, мужские половые гормоны, и в 5 раз у женщин, потому что в молодости они тоже лучше защищены, благодаря женским гормонам. Избыточное содержание уровня мочевой кислоты влияет на развитие метаболического синдрома. Это по последним исследователям. Поэтому, если у человека есть хотя бы один такой фактор, лучше не дожидаться появления других проявлений и начинать заниматься собой. Ожирение. Это независимый фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний. И недостаточно оценивать ожирение только по избытку веса и даже по процентному содержанию жира. Мы немножко остановимся по типу распределения жировой ткани. Выделяют геноидный тип. Жир в основном расположен в области ягодиц и бедер. Его называют женским типом распределения жира. Это люди-груши. Выделяют андроидный тип. Это неравномерное распределение жира с избыточным отложением в верхней половине туловища. В основном на животе, что приводит к увеличению внутреннего висцерального жира. А на конечностях, на ягодицах жира мало. Это андроидный тип распределения жира. Или абдоминальный. Это люди-яблоки. И еще выделяют смешанный тип. И заметили, что андроидный или абдоминальный тип распределения жировой ткани чаще, чем геноидный, сочетается с сахарным диабетом, с ЭБС, с подагрой. Тем самым подчеркнув значение топографии жировой ткани в организме в развитии заболеваний. Ну вот на картинке мы можем видеть, смотрите, ожирение выше талии, андроидный, абдоминальный. Это люди-яблоки. И геноидное распределение жира. Это бедра ягодицы. Это люди-груши. При висцеральном ожилении печень подвергается очень мощному и постоянному воздействию свободных жирных кислот, что в свою очередь приводит к ряду метаболических нарушений. Это гипергеликемия, увеличение липопротеидов низкой плотности, очень низкой плотности, так называемый плохой холестерин, обогащенный триглицеридами, инсулинорезистентность, гиперинсулиномия. Высокие портальные гипертензии свободных жирных кислот вызывают избыточную продукцию печени липопротеидов очень низкой плотности, которые обогащенные триглицеридами. Опять же остановлюсь, это плохой холестерин. Это в свою очередь влияет на выработку липопротеидов высокой плотности. Это так называемый хороший холестерин. Он снижается и повышается липопротеиды низкой плотности. У нас есть липопротеиды очень низкой плотности, и они способствуют повышению липопротеидов высокой плотности. Вот эти-то как раз, или плохой холестерин, очень легко и неконтролируемо, захватываются нашими макрофагами. А последние, куда у нас идут макрофаги? Они идут туда, где есть воспаление. Мы сказали, что при метаболическом синдроме инсулинорезистентности у нас возникают воспалительные процессы в сосудах. Вот макрофаги туда и идут. Инфильтрируют эндотелий сосудов. Соответственно, развивается воспаление, раз туда пришли макрофаги, они продуцируют различные факторы, что в комплексе и способствует разрастанию сытно-тканных структур. Образованию атеросклеротических бляшек, это в свою очередь приводит к сужению сосудов, к увеличению периферического сопротивления, способствуя развитию артериальной гипертензии и атеросклерозу. Вот в норме доля жира в массе тела должна быть. У мужчин где-то порядка 10-18%, а у женщин порядка 18-26%. У спортсменов это соотношение может быть, конечно же, меньше. Процентное содержание жира это тоже один из важнейших показателей при определении ожирения. Еще раз хочу остановиться на том, что опасная, наибольшую опасность имеет отложение жира в области живота. Но если человек это узнает и резко начнет худеть, остановлюсь на том, что плохо, когда люди очень быстро и сильно начинают худеть. Немножечко остановлюсь на женском организме, потому что женщинам это как-то больше. Они тут худеют до изнеможения. Так вот снижение содержания у женщин ниже 14-15% сдвигает баланс между женскими и мужскими половыми гормонами. Естественно, в сторону последних. Соответственно, происходит уменьшение выработки эстрогена. А вот он, ведь он необходим женскому организму для восстановления костной ткани. Это тот процесс, который в нормальном состоянии, в нормальном организме идет непрерывно. Это вызывает преждевеременный остеопороз. Заболевание, при котором кости становятся хрупкими и тонкими, что в свою очередь увеличивает риск развития переломов. И поэтому не следует снижать содержание жира ниже физиологической нормы. То есть хочу сказать, что у нас вот все должно быть в норме. И не нужно из крайности в крайность метаться. Какие же нарушения при метаболическом синдроме? Вот важную роль в развитии прогрессивной инсулинорезистентности и связанных с ней метаболических расстройств играет жировая ткань. Вот именно в абдоминальной области. Она вызывает нейрогормональные нарушения, повышается активность симпатической нервной системы. Вот как показали последние исследователи, исследование, жировая ткань секретирует очень большое количество веществ, обладающих различными биологическими эффектами, которые могут вызвать развитие сопутствующих ожирению, осложнений, в том числе и инсулинорезистентность. В организме нарушается секреция инсулина, секреция мелатонина, выделяю специально об этом и поговорим, и лептина. И нарушение мелатонина первично по отношению к инсулину и лептину. И я обещала вам остановиться на десинхронозах. Это у нас было выделено в причинах развития метаболического синдрома. Что это такое? Десинхроноз – это нарушение циркадных биоритмов. Под действием десинхроноз подразумевается нарушение суточного биоритма, при котором наблюдается расстройство сна, снижение работоспособности и целый комплекс прочих очень неприятных симптомов. Болезнь может быть как внешней, так и внутренней. Часто избои биологических часов чреваты развитием хронического стресса, снижением уровня мелатонина, что в дальнейшем может приводить к развитию различных хронических заболеваний. То есть, когда это происходит, это люди, у которых ночная работа, развлечения, частая смена часовых поясов, активный отдых ночью, студенты в период сессии готовятся, ночами не спят. Это может все приводить к нарушениям. Так вот, основной регулятор биоритмов, биологических ритмов – это гормон эпифиса, гормон шишковидной железы, гормон пениальной железы. То есть, все названия имеют место быть. Мелатонин. Мелатонин, он вырабатывается эпифизом, но может поступать в организм и извне. Как эндогенный, так и экзогенный, он противодействует развитию патофизиологических механизмов. Он уравновешивает обмен веществ, обеспечивает баланс секреции инсулина, не допуская гиперфункции поджелудочной железы. Он дезактивирует активные формы кислорода и азота, в том числе полученные в результаты метаболизма липопротеидов низкой плотности. Мелатонин имеет собственные рецепторы, так называемые МТ1 и МТ2. Эти рецепторы встречаются практически на всех клетках организма. Таким образом, достаточное количество мелатонина способно оказывать комплексное протективное воздействие при болезни, при развитии метаболического синдрома. И если у нас нарушаются циркадные биоритмы или суточные биоритмы, как хотите, то они приводят к нарушениям сердечно-сосудистым, к лишнему весу, к сахарному диабету. И поверьте, что все это происходит так незаметно, ну подумаешь, ночью не поспал, ну подумаешь, развлекся. То есть человек должен восстановиться, у него должен быть сон и бодрствование правильные. Лептин. Вот наиболее, мы говорили, что он продуцируется жировой тканью выше. Наиболее изучение на сегодняшний день как раз представляют или являются фактором некрозоопухоли и лептин. Многие исследователи рассматривают еще фактор некрозоопухоли как медиатор инсулинорезистентности при ожирении. Вот интересный гормон лептин. Продукт, опять же повторюсь, который продуцируется адипоцитами висцеральной жировой ткани. В норме, что он делает? Он осуществляет свое действие на уровне гипоталямуса. Регулирует аппетит активно-симпатической нервной системе. То есть он регулирует пищевое поведение, а также ряд нейроэндокринных функций. Вот как раз таки участие лептина в регуляции обмена глюкозы интенсивно изучается. И многими исследованиями показано, что в печени он может тормозить действие инсулина на глюконеогенез и регулирует чувство насыщения. Когда же может снижаться чувствительность к лептину? При употреблении избыточной пищи, при увеличении диеты, избыточно сладкой пищи, при интоксикациях и повышенном содержании мочевой кислоты. При метаболическом синдроме, несмотря на повышенное содержание лептина в крови, так как у нас есть избыточный вес, и естественно его избыточно продуцирует жировая ткань. Но даже при таком, при избыточном количестве утрачивается чувствительность гипоталамических центров к нему и развивается так называемая лептинорезистентность. То есть чувствительность к лептину снижена, он просто перестает работать и чувство насыщения очень поздно или медленно наступает. А мы знаем, что он у нас регулирует аппетит. Об этом мы уже говорили. Как же можно восстановить лептин? Восстановить можно при снижении веса, при снижении мочевой кислоты и даже физические упражнения в какой-то мере могут помочь усилить восприимчивость организма к лептину. Но самое-то важное, что необходимо восстановить нормальный уровень мелатонина, наладить работу кишечника и печени. Это в свою очередь восстановит обмен веществ, обмен гормонов, контролирующих аппетит и энергообмен. Как же нам усмирить музыкантов? Что же делать? Эффективность лечения метаболического синдрома, конечно же, зависит от его давности. Наибольшего эффекта следует ожидать в самом начале возникновения порочного круга. Но медицинская, конечно, мировая общественность уверена, что, естественно, одним снижением веса, но никак проблемы не решить. И поэтому, чем быстрее человек начнет заниматься профилактикой, тем больше надежды на улучшение или на выздоровление. Но все же все равно начинать желательно с похудения. Необходимо правильное питание до 4-5 раз в день дробное. Необходим прием препаратов в данной ситуации пептидных и не пептидных, мы на них остановимся. Необходимы тщательно подобранные физические нагрузки, причем адекватные возрасту. И дополнительно можно применять и рефлексотерапию, и психокоррекцию. Ну, делаем талию, господа, да? Чтобы рассчитать программу медленного, но верного похудения, что нам нужно сделать? Нужно сделать биохимический анализ крови. Нужно посмотреть уровень общего холестерина, три глицеридов, липопротеидов высокой плотности, хорошего холестерина, либо протеидов низкой плотности. Это я вам говорю, липидный спектр. Хочу к этому добавить, можно сделать и индекс атерогенности. Он нам покажет, насколько вероятна вероятность развития метаболического синдрома. Провести процедуру определения процентного содержания жира в теле. Пройти колоритметрию. Это расчет количества калорий, которые сжигают организм в состоянии покоя. Желательно, вот если подходить вот так, то желательно это все проделать. На основании этих данных необходимо рассчитать по определенным формам калорийность рациона. В любом случае, это должно быть низкожировое, низкокалорийное, но весьма рациональное питание. И если это необходимо, то с ограничением соли, когда повышено давление. Жить по-новому, ну конечно, непросто. Но это самая действенная профилактика метаболического синдрома. Помимо распределения жира, о котором мы выше говорили, важно знать отношение объема талии к объему бедер. Окружности талии к окружности бедер. Большое значение это имеет соотношение, как вы видите, у мужчин должно быть не более 0,95, у женщин не более 0,8. Для этого, конечно, достаточно простой сантиметровой ленты, чтобы замерить эти данные. Но еще и для определения содержания жира в организме можно использовать специальный бытовой прибор. Аурон-БФ. Что он нам покажет? Этот прибор покажет общее содержание жира. Этот прибор покажет содержание висцерального жира, массу тела и индекс массы тела. Можно ограничиться и сантиметровой лентой. И вот в случаях несбалансированного питания пищевой рацион должен, конечно же, дополняться обогащенными витаминами, микроэлементами, пищевыми добавками, изготовленными на основе растительной клетчатки. И при необходимости применяются специальные препараты. То есть нужны активные молекулы, которые успокаивают воспалительный процесс, ускоряют восстановление тканей и направляют обмен веществ в нужное, правильное русло. Почему я говорю о том, что должно быть дополнительно сбалансированное питание? Потому что по последним исследованиям тоже выводы сделаны, что в организме необходим спектр полный, полный спектр витамина группы В, все витамины, необходим калий, необходим магний, марганец, хром. То есть обязательно, и клетчатка. То есть вот это по последним данным. И необходимы аминокислоты. И если это все ежедневно будет поступать в рацион, то человека не так будет чувствоваться голод и он может рационально питаться. Конечно же, подбор препаратов может быть индивидуален. Я вам хочу рассказать обо всех препаратах, чтобы вы знали, какие препараты вам можно взять на вооружение. А последовательность приема, дозировки, конечно, подбираются индивидуально. В зависимости от ведущих жалоб. Так как метаболический синдром весьма редко встречается изолированно. Итак, начнем. Чем же мы можем помочь организму? Волюстом. Прекрасный препарат, содержащий пищевые волокна. Он улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Он является питательной средой для нормальной микрофлоры кишечника. Также волюстом выводит шикарно токсины и нормализует вес. Есть такой препарат Ревиформ Ацлорб. Этот препарат способствует выведению токсинов из организма, выведению пищевых жиров, усиливает обменные процессы в организме, обладает гепатопротекторным эффектом и хороший источник витамина С. Ревиформ Шейп. Препарат, стимулирующий липидный жировой обмен, активирующий окислительно-восстановительные процессы. И не забывайте о Ревиформ Коктейли. Это сбалансированный, оптимальный баланс нутриентов. Профилактика лишнего веса, улучшение метаболических процессов в организме. Можно заменять ужин. И вот я хочу остановиться на коктейле. Там, в наборе, аминокислоты. И поэтому, если организм будет получать, повторюсь, необходимые аминокислоты и витамины, тогда очень хорошо справиться с аппетитом. Инсил. Препарат, содержащий аминокислоты. Богатый спектр витаминов группы В, о чем мы с вами говорили, а также витамин А, Е, ПП, С, Д, фулевую кислоту, бионзин и коэнзим-Ку-10. Амвекс. Имеет большой спектр аминокислот, витаминов, таурин, эллиотерокок. Он улучшает и усиливает обменные процессы, способствует снижению глюкозы крови, приводит в норму артериальное давление. Есть такой продукт Ревимайт. Обратите на него тоже внимание. Это диетический продукт, содержащий микроэлементы и витамины. Этот продукт весьма прекрасно зарекомендовал себя при снижении веса. Поговорим немножечко об очищающих техниках. Это не так, чтобы взяли щетку и почистили. Нет, конечно. Я имею в виду восстановление функций печени, нормализация обмена липидов, восстановление работы кишечника, что способствует нормализации гормональных веществ секретина, гастрина, холецистокинина, грелина. Вот интересное тоже интересное вещество грелин. Это гормон, возбуждающий аппетит, антипод лептина. Если у нас лептин контролирует чувство насыщения, гипоталямус пришел, лептин, все, организм насытился, хватит кушать, то грелин наоборот. Грелин это гормон, возбуждающий аппетит, увеличивается, когда желудок у нас пустой и соответственно уменьшается при заполнении желудка. Увеличение грелина, уменьшение грелина, уменьшение аппетита. Что способствует этому? Вот на этом способствует белковая пища и правильные жиры. Я имею ввиду настоящее масло, сыры, орехи. Грелин очень интересный такой гормон, он принимает участие в регуляции цикла сна, бодрствования. Бессонные ночи, вспомним, где сохранозы, желудок вырабатывает больше грелина, человек и кушает, а посетки ночью, когда должны быть восстановительные процессы, человек ест. Поэтому не нарушать биоритмы. У нас будет достаточное количество мелатонина, а хороший сон, мало грелина, опять же возвращаемся к десинхронозу. Поэтому все гормоны отвечают за липидный жировой обмен, за обмен углеводов, контролируют аппетит и желательно, чтобы все было в норме. Вот решил человек это сделать, решил прям вот надо похудеть и начинают худеть. Худеть нельзя быстро, об этом я говорила уже, худеть нельзя больше, повыше, больше существующей нормы, об этом мы тоже выше говорили. Быстро нельзя, потому что вместе с весом начинает быстро падать уровень хорошего холестерина или липиды, липопротеиды высокой плотности. Нельзя худеть на жесткой диете. Некоторые не выдерживают, срываются, но даже если человек и хватит силы воли, вес все равно похудеет человек и остановится. Все нужно делать правильно. И нельзя сидеть на жесткой диете. И вообще диета, с моей точки зрения, диета это очень вредно. И нельзя худеть с помощью изнуряющих тренировок. Особенно это конечно свойственно мужчинам. Увидели жирок там, животик появился и на тренировку. И вот давай в спотзале качают железо, мышцы качают, потом бросают и бицепсы, трицепсы их плавно превращаются в жир. Поэтому худеть нужно медленно. Три, не более трех-четырех килограмм, как говорят диетологи, в месяц. Вот хотела бы я остановиться, что при коррекции эффективно, при коррекции метаболического синдрома применение пептидных и непептидных препаратов. Помните, я немножечко заострила ваше внимание о мудрых и правильных и активных молекулах. Так вот это касается пептидных препаратов. Вот немножечко мы о нем и поговорим. Препараты, содержащие пептиды эпифиса, то есть пеневальные железы, шишковидные железы, как хотите. Это эндолутен, то есть это у нас будет способствовать хорошей выработке мелатонина. А важно обратить внимание на этот препарат, особенно тем людям, которые периодически нарушают свои суточные биоритмы. также содержит пептиды пеневальные железы ревелап SL01. Это он выпускается в жидкости и сублингвально употребляется, то есть капельки под язык. ревелап ML4. Это уже капсульный вариант. Он дозируется одна капсула один раз в день. И эндолутен, это все пептиды, содержащие препараты, содержащие пептиды пеневальные железы. Хотела бы остановиться на тиреогене. Содержат пептиды щитовидной железы. Так как у нас щитовидная железа не последнее место занимает в организме и поэтому необходимо поддержание работы щитовидной железы. Ведь она же тоже контролирует обмен веществ в организме, метаболические процессы. И поэтому очень важно поддержать функцию щитовидной железы. Вот поэтому я остановилась и на тиреогене. Далее пептиды и не пептидные препараты. Так как мы с вами говорили, что метаболический синдром это комплекс нарушений, поэтому у нас вовлекаются в процесс сосудистые все дела. Поэтому визугент видфор это пептиды сосудистой стенки. Его необходимо добавить в свою схемку. ревелап ML04 это комплексный препарат капсульный, в который входят пептиды сосудов, биофлавоноиды и омеги. Ревелап ML06 комплексный препарат пептиды витамины биофлавоноиды это пептиды печени, поджелудочной железы, желудка. Супрефорд пептиды поджелудочной железы. Нужно ей обязательно помочь. Как мы знаем при метаболическом синдроме инсулинорезистентность плохая работа поджелудочной железы она нагружается и поэтому обязательно ее нужно поддерживать. Ревелап SL05 SL01 это комплексные препараты содержащие и пептиды и антиоксиданты и витамины. Также хочу остановиться на препаратах свитинорм и авоген. Эти препараты содержат пептиды печени тоже очень хорошо ей помогать так как может быть жировой гепатоз и нарушение липидного спектра. Поэтому печень принимает важное участие в обмене холестерина поэтому не забывайте печень у нас так сказать главный товарищ в этой коррекции. И можно порекомендовать еще пептидные комплексы единичку семерку и восьмерку это пептиды сосудов это пептиды печени поджелудочной железы. Хотела бы остановиться на очень интересных препаратах панглюин способствует хорошей работоспособности устойчивости к нагрузкам бета-клеток поджелудочной железы. Также панглюин еще обладает умеренным сахароснижающим действием. Арделив антиоксидант усиливает регенерацию клеток печени и умеренно снижает холестерин Аликап это источник полиненасыщенных жирных кислот омега-3 6-9 он убеньшает количество грелина снижает уровень холестерина тормозит рост атеросклеротических бляшек усиливает метаболизм липидов хочу на нем остановиться вот Аликап желательно тоже принимать от 3 месяцев до 6 как вам сказать железно или правда при приеме Аликапа в течение 3-6 месяцев происходит снижение уровня холестерина еще остановимся на Адестапе Адестап обладает антиоксидантным эффектом блокирует окисление липидов в крови хороший ангиопротекторный эффект капилляр укрепляющий нормализация обмена и очень хорошо держит артериальное давление комплекс 3-Р это препарат представляющий собой антиоксидантную активность и хороший мембраностабилизатор мизотели все мизотели созданы на основе холина что существенно увеличивает и улучшает работу нервной системы иммунной системы они прекрасные антиоксидантные соответственно улучшают нервно-вышечную проводимость и улучшают обменные процессы происходящие в организме мизотели и так подводим итоги что же значит снижение веса это волюстом ревиформ шейп дополнительно обратите внимание на ревиформ адсорб вот еще есть очень интересный препарат левоин это препарат антистрессовного действия одна таблеточка во время приема пищи способствует усилению липидного обмена повышает работоспособность и улучшает настроение прием один месяц единственное пожелание такое к людям у которых повышенное артериальное давление то есть принимать с осторожностью обратите внимание на кисели есть овсяны с яблоками клюквенные один обладает очищающим эффектом другой жиросжигающим и опять же повторюсь ревиформ коктейль сбалансированный напиток для коррекции веса полноценная замена например в ужин завтрак и обед провели а вместо ужина можно выпить стаканчик коктейля регуляция нейроэндокринной системы о которой мы достаточно много говорили это эндолутен тириоген укрепление сосудистой стенки это ревелап мл-четверочка комплексный препарат это виндфорд визуген и ревелап сл-03 то есть два первых препарата это капсульный вариант а второй выпускается в виде жидкости и принимается сублингвально под язык 5-6 капель под язык и восстановление органов желудочно-кишечного тракта это ревелап мл-шестерочка комбинированный препарат повторюсь который идет капсульный вариант одна капсула один раз в день и ревелап сл-05-01 это комбинированный препарат для сублингвального применения в капельках 4-5 капель один раз в день и вот еще немножечко остановимся давайте я часто вам употребляла что одна из причин тоже развития метаболического синдрома развития резистентности это пациенты с высоким уровнем мочевой кислоты вот такая она нехорошая мочевая кислота гиперурекемия приводит к повышению триглицеридов снижению либо протеидов высокой плотности или хорошему холестерину ожирению и артериальной гипертензии уже достаточно накопилось сведений в медицинской литературе о влиянии мочевой кислоты на развитие метаболического синдрома с этой целью для таких пациентов можно предложить пилотакс это пептиды почек 1-2 капсулы в день 1 месяц и очень интересный препарат ренефорт 3-4 капсулы в день но вот этот препарат желательно принимать от 3-4 и даже может быть смотреть за уровнем мочевой кислоты до 5-6 месяцев потом можно принимать даже в дальнейшем после 3 месяцев этот препарат можно принимать по 1-2 капсулы но длительно и в данном случае при приеме пилотакса при приеме ренефорта достоверно происходит снижение мочевой кислоты в сыворотке крови и конечно желательно между всеми ко всем этим рекомендациям пить воду между приемами пищи вода это очень хороший растворитель она улучшает пищеварение улучшает самочувствие вот все что я хотела сегодня вам сказать по метаболическому синдрому благодарю вас за внимание берегите сохраняйте здоровье а надежный спутник жизни это пептидные препараты компании пептидес всего вам доброго pee и , Продолжение следует...